На США надвигается мощный ураган. Тропический шторм Кэррэн, сформировавшийся в Мексиканском заливе, уже сегодня может набрать ураганную силу и обрушиться на побережья американских штатов Флорида, Луизиана и Алабама. Скорость ветра в его эпицентре уже превышает 110 км в час. Из залива эвакуируется персонал нефтяных платформ. В ряде районов объявлено чрезвычайное положение. По прогнозам метеорологов, Кэррэн охватит гигантскую территорию с самого юга США до штата Мэйн на северо-востоке, рассказывает Дмитрий Хухлаев. Шторм с нежным женским именем Кэррэн буквально на глазах набирает силу и, двигаясь с юга Мексиканского залива, уже вплотную приблизился к материковой части США. Кэррэн первый шторм нынешнего сезона атлантических ураганов достигнет американского побережья в пятницу вечером. Штормовые предупреждения объявлены в городах Белоксе, штат Миссисипи, Мобилл в Алабаме, а также флоридских Пенсаколе и Панаму-Сити. Их сторожилы говорят, если залив бурлит, как сейчас, значит на подходе нешуточный шторм. Для обычного купальщика эти волны выглядят пугающе, но я серфер и просто обязана их оседлать. Подобные волны может и в радость серферам, но для обычной публики они крайне опасны. Красные флаги, возвещающие о закрытии пляжей, вывешены сегодня на всем побережье Алабамы. Еще три дня назад Керен называлась лишь тропическим волнением, а уже к выходным превратится в ураган первой категории. Атмосферное явление считается в США штормом и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,5 метров в секунду. При скорости ветра 33 метра в секунду или 119 километров в час и более, шторм становится ураганом. Жители прибрежных штатов удивлены тем, с каким спокойствием в этот раз власти ожидают прихода стихии. Я шокирован тем, что нам несколько дней говорили, не бойтесь, ничего страшного не произойдет. И вот он на подходе, и мы должны в срочном порядке решать, что нам делать. Опыт подобных решений у людей накоплен немалый. Владельцы катеров и яхт в срочном порядке снимают их с якорей и уводят вверх по течению реки Миссисипи. Властям небольших городов тоже не нужны специальные указания на федеральном уровне. Керен для них не первый и далеко не последний ураган. Мы уже сутки проводим зачистку территорий. Пытаемся убрать все, что ветер может поднять в воздух. Поваленные деревья, строительный мусор, все, что может летать и нанести ущерб домам, машинам и людям. Люди делают свою работу, надеясь, что Керен не превратится во вторую Катрину. В связи со стремительным приближением стихии, энергетические компании в Мексиканском заливе приостановили работу нефтяных платформ и проводят эвакуацию персонала. Уже ко вторнику Керен охватит большую часть Востока и Северо-Востока США, принеся шквальный ветер и проливные дожди в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. В пятницу в экстренном порядке вызваны на работу сотрудники агентства по чрезвычайным ситуациям США, которые, как и большинство других госслужащих, находились в вынужденном отпуске из-за бюджетного кризиса. Дмитрий Хухлаев, телекомпания «Арт-ТВАЙ». Итак, Керен станет ураганом, первым в сезоне этого года. Сейчас к нам в студии присоединяется Дмитрий Хухлаев, который внимательно следит за метеорологической ситуацией в Мексиканском заливе. Дима, в своем материале вы упомянули о некой взаимосвязи урагана Керен и шатдауном американского правительства. Какая здесь связь? Дима? Связь, Валера, самая неожиданная. Остановка финансирования правительства США отправила в бессрочный отпуск, кроме миллиона прочих госслужащих, 6000 сотрудников Национального атмосферно-океанического агентства, сокращенно НОАА. Это значит, что за ураганами в Америке теперь фактически некому следить. Любители этим не занимаются. Это затратная бюджетная отрасль. Подавляющее большинство данных получаются из космоса. То, что вы сейчас видите за моей спиной, это на сегодня едва ли не единственная компьютерная модель Керен. Обычно их десятки, если не сотни. Керен всего за 6 часов четверга увеличила скорость своего ветра с 40 до 100 км в час. Иными словами, еще накануне фактически стала ураганом. Столь быстро это не происходило ни с одним ураганом за все время наблюдений. А в Америке царит почти спокойствие, думаю, просто потому, что некому звонить в колокола. Все звонари отправлены в отпуск. Даже сегодня, когда стало понятно, что от Керен можно ожидать неприятных сюрпризов, ситуация не изменилась. В интернете на официальном сайте noaa.gov по-прежнему висело объявление, что он недоступен в связи с шатдауном правительства. Если вдруг окажется, что Керен усилится хотя бы до урагана второй категории и принесет значительные разрушения, да еще не дай бог с человеческими жертвами, а федералы это проморгали, в Вашингтоне могут полететь головы. Спасибо, Дима. Это был Дмитрий Хухлаев с обзором приближающегося к США урагана Керен.